Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение Зе Квест. Итак, где-то я там находил какое-то здание, здание... А это что у нас за здание? О! Герцог Воронов, крылья! У вас огромные крылья! Я могу отнести вас через Хамбрию в деревню Дивная Радость, если хотите. Хотите пронестись по небу? Не сейчас. Где эта Дивная Радость? Деревня, шепчущий лабиринт, во! А неплохо, отсюда туда. Деревня Хамбрии. А чего он сказал? Куда? Через всю Хамбрию. Через Хамбрию. Не сейчас. Это у нас портал. Так, может, тут метку оставить? Если надо будет, то наверх. Ой, ладно. Мост. Несложно найти. Примерно это рядом с деревней. Так, дом, дом, дом. Какой-то был дом. Там что-то мне... Вот этот, наверное, дом. Там что-то мне всерали про аббатство. Да, это он. Вот, аббатство. Я прошу вас войти в аббатство святого Айдена и спасти шестерых монахов, которых держат там в заложниках. Задание опасное. Вам понадобится высокая скрытность и навыки взлома замков. Я нашел монаха в лесу, который сбежал от веггингов. Я рассказал, что смог сбежать лишь потому, что был вором, прежде чем попал в монастырь. Он рассказал, что смог сбежать, потому что был вором, прежде чем попал в монастырь. Поэтому обладал навыками уклонения от стражей от пиронека скандалов. Как я могу отказаться? Пока мне... Что за бред? Как я могу отказаться? С трудностей перевода снова. Как я могу отказаться? В аббатстве полно тайных комнат и входов. И это очень опасно. Я не знаю, сколько монахов осталось в живых. Большинство сбежало или умерло. Вам потребуется специальное оружие, чтобы сразиться с Рагнаром Берсерком. Говорят, этот молот, называемый Рик Тора. Вам потребуются хорошие навыки взлома и скрытности, чтобы спасти монахов. А молот что, не дал? Эй, а молот... Пожалуйста, спасите всех монахов. Ворон Тора Хуген искал в ночи и доложил, что их трое. Вам могут понадобиться хорошие навыки взлома и скрытности. Нет, он мне молот не дает. Молот Тора, понятно. Это финальный квест про Лорда Стоунли. Рагнар здесь как финальный босс. Поэтому его в самый-самый конец сейчас откладываем. Так, монахов, в принципе, я уже всех нашел. Мне надо только их оттуда вытащить теперь. Так. А я уже не помню. Я уже не помню, где я там что находил, не находил. Ой, тут вообще дверь не открытый, там враг. А, но он до сюда не дойдет. Может, там молот Тора лежит? Ага, ничего там не лежит. Например. Эта статуя может рассказать о насилии. Ее пьедестал разбит. Но, что и следовало доказать. Так. Я пришел отсюда. Да нет, да нет, выйти. Нет. Наверное, да. Пришел отсюда, но мне не сюда. Мне вот сюда. Тут, по-моему, один. А где еще? Трое. Троих, то есть, надо спасти. Так. Монах Мэтью. Брат. Как много у вас в заточении? Я не знаю. Меня держат отдельно от остальных. Они сохранили мне жизнь, чтобы оценивать книги и реликвии. Они ищут нечто особенное. Хотя они забрали все самое ценное. Они подозревают, что могут быть книги и реликвии, которые еще ценнее. Меня могут убить завтра. Или продать как раба на другой материк. Я не переживу путешествия. Я почти умираю от голода. Вы можете каким-нибудь чудом помочь мне? Посмотрим, смогу ли я отпереть ваши кандалы. Если смогу, вам лучше бежать. Да благословит вас Господь, если вы сможете мне помочь. Вам удается отпереть его кандалы, и он убегает. Супер! Так, книжка. Тут все. Если здесь все, значит в яме. Там, где Рагнар, по-моему, ни одного нету. Да, вот. Брат Уильям. Брат, брат. Вы наклоняетесь и используйте отмычку, чтобы отмереть его кандалы. Супер. А сколько у меня вообще? Навык-то. Взлом. Тридцать. Тридцать. Тридцать и вполне хватит. Брат. Говорите тише, вам хватит сил уйти отсюда. Думаю, да. Однако, вы должны сначала снять оковы. Как долго я молился о свободе и благословляю вас. И отпираете. Он взбирается на веревке. Ну и все, да? Раз три, значит можно идти сдавать. Так, ночь. Сдавать. Сдавать вот в это здание. Да? Все, рядом оказывается. Ну да. Урабатство. Я так рад, что вы смогли спасти монахов. Прежде чем Рагнар Берсерк решил продать их или убить. Полагаю, он держал их в живых, надеясь, что они приведут его к сокровищам. Пожалуйста, возьмите усиление личности за ваше сострадание. И это золото. На пять аж личность. Пять. Да это же целый левел. Слава повышается и две тысячи голды. Нихера себе тут квесты. На пять. Жесть просто. Вот это, конечно, прилетело. Так, что делать в принципе дальше? Дальше. Можно в... Здесь можно квесты. Как она зала лорвик? В лорвике можно брать квесты. В Хильде там еще остался с кем поговорить можно. Штрек троллей. Я не одного тролля не встретил. Пока в общем северо-восточную часть. Здесь все смотрим. Да, я думаю, лорвик. Мне кажется, кто-то меня там отправит в этот... В эту пещеру уже. Начнем с лорвика. Вот вообще, что это? Вот это, что? О! Рапира. Ну, сейчас ночь. О, книга. Ну, это я читал. Можно, наверное, даже не смотреть. Ну, да. Крушение противника. Вы не знаете этого заклинания. Это мне кто дал? За что мне это дали? А, это мне дух дал. Произнесение этого заклинания вызовет разрушающий кости взрыв некромантской энергией, поражающей ваших соперников. Оно может вызвать мгновенную смерть, если здоровье противника ниже определенного уровня. Это злая магия, и не стоит применять ее понапрасну. И сколько же стоит злая магия? Восемь стманы. Почти так же, как молния. Посмотрим, какая будет более эффективна. О! Безумный шляпник! Это что, я в Алису в стране чудес попал? Это сейчас меня травит. Зараженная вода. Вы проводите рукой вдоль двери и находите золото. Что нашел то мое. Вы не жалеете об этом. 50 голды. Оружие. Ну и сейчас опять перегрузка. Ступка на мечка даже. Даром не нужно. Войти. Ха! Создать еду. Повар. Слава. Повар Джулия охлажденная. Чё за странное дебильное место. Куда войти-то? Господи. Ну-ка. Не, врагов тут нет. Так, ну ладно. Три в одном здании. Три NPC. Три. Здесь я не был. Вот он, третий. Это из тех, что я нашел. Как это не было, когда я тут был и воду я брал? Подождите, я тут не был. И тут зараженной воды я не брал? Я заблудился? Да как можно заблудиться тут? Вот, шляпник. Был, только почему-то не открылось ничего. Здесь было с кем поговорить. Притом, даже не с одним. Пойти. Успеем. Мне кажется, меня сюда сейчас и направят. Это чё, говорите? Повар Джулия охлажденная. Ну-ка, Джулия. Если кот упадет в суп, если капуста не распустится, сделай из них самое лучшее. Больная, что ли? А пиве? Не надо. Слава. Вы известная Джулия охлажденная? Но я не знаю, что вы подразумеваете под известностью. Я написала множество кулинарных книг. Вы хотите узнать, как приготовить заливное? Возьмите эту книгу с моим благословением. Как сделать заливное? Алхимия. Я ещё не читал. Плюс 5. Это не ракетная аэродинамика. Однако вы должны хотя бы знать, как сварить яйцо. И вы не должны бояться скользящих вещей. Заливное может быть очень скользким и выскользнуть из рук. Отварите коровьи кости, пока не получите желейную смесь. Другими словами, скользкую штуку. Это будет основа заливного. Если боитесь продолжать, выпейте немного вина. Возьмите эту превосходную массу и добавьте вина. Одновременно выпейте пару бокалов вина, чтобы сосредоточиться. Добавьте мясо телёнка, чтобы придать ему хороший цвет. Выпейте ещё вина. Добавьте немного овощей и ещё один бокал вина. Если вы ещё со мной, празднуйте. И мы нажрались таким образом, да? Так, это повар. Вот с этой стороны ещё кто-то был. Шляпник безумный. Итак, Шляпник. Ваша шляпа. Почему вы уставились на мою шляпу? Почему вас зовут безумным шляпником? Почему меня зовут безумным шляпником? Потому что я безумный. Почему вы безумный? Потому что небо синее. Вам нужно сказать... Вас нужно наказать. За что? Что я ему сделал? Ну и всё, он меня отправил в свой дикий мир. Мешает сильная магия. А! Глаз Блеми. Так. У меня появился... Появился новое заклинание. Это сокрушение противника. А! Она впритык бьёт. Я понял. В этом минус. Опа. Шотнул. Дубинка. Разбиватель душ. Требуется злая слава. Пока везде закрыто. Тут если будут кнопки, их нетрудно будет обнаружить. Ещё один глаз. Там не только глаз, там ещё и скелет. Не подходить, отказываются. Ай! Адский безумный и глаз. Закрушение противника. Ещё один глаз. Не хватит маны. Просто чтобы проверить. А! Я его не даю не убил теперь. А в небо отдохнуть? Тут везде кто-то... Вот тут не агриться. Вот тут. Вот тут. Конечно, нельзя тут отдыхать. Полное восстановление маны. Долбанный шляпник. Наказать нужно. Себя накажи, придурок. Мини-карты нету. Там кто-то есть. Летунья. Но ты, наверное, умрёшь от одного снаряда. Я не прав. Прости. Но. Тупик. Может, они разбиваются? Хрен там было. Надо искать какие-то рычаги. Здесь тупик, да? Да. Отсюда я пришёл. Здесь тупик. Там только один путь какой-то оставался. Главное теперь вспомнить, какой. А, подождите, а может, уже ничего не оставалось? Так, иди сюда. Не хочет. Гоу, чёрт, вы по два раза ходите. Ты же обычная ссаная мышь. Так же, кстати, как и ты. И ты. Там глазик. Так, вот глаз в лиме, да? Магический снаряд. Ну, пока непонятно, что лучше, молния или же сокрушительный этот удар. Подходи. Кстати, на этом уровне я себе качал интеллект. Да. А, я не могу выпить, потому что враги. Тупик. Отсюда я пришёл. Всё. Я окончательно заплутал. Я сейчас шёл сюда, да? На. 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 И откуда же он преобразовался? Восновление маны. Полное хотя бы. Тут я могу ходить. Капец. О, боже. Это я вернулся назад. Так, вот был проход. Вот этот я, по-моему, пробежал мимо, да? Первый раз. Нет. Вот этот я пробежал мимо. Бежал сюда. Тупик. Тупик. И это меня к речке возвращает. Здесь тупик. Тут не пройти. Дверь. Рычаг старый. Может, его нужно как-то расшевелить. Звяк, вы запустили рычаг. Вы слышите, как открываются врата. Привет. Привет, Юрий. И тебе привет. 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 Так. Дешевый щит. Ну, спасибо. И выход отсюда. Но тут должно что-то быть. Рога дьявола. Злая слава. 15 к стилю, 20 убеждений, 10 к броне. Вообще, топчик. Убеждения, броня. И 3 аметиста. И это, наверное, все. С другой стороны, я осмотрел. А. Вас нужно наказать. Он меня всегда сюда будет отправлять? Ладно, выбираемся снова. Так, ладно, ребята. Продолжим мы прохождение уже в следующей серии. Ну, а если понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok